ПОЛИТИКА, ЛЮДИ, СТРАНА Внесена резолюция по Молдове. Совет ЕС по иностранным делам в Брюсселе принял документ о взаимоотношениях с нашей страной. И если европейцы о ситуации в Молдове говорят довольно часто, американцев в этом заподозрить сложно. И тем не менее, 20 февраля конгрессмены Дэвид Прайс и Пит Олсен представили документ под названием «В поддержку Молдовы». Поддерживать будут стремления людей Молдовы построить дорогу к европейскому будущему. И осуждать все, что этому мешает. В первую очередь, это политика России. Так что за документ в конечном итоге представят на голосовании? Почему он появился именно сейчас? По каким причинам его горячо приветствовали демократы? И означает ли это, что США будет поддерживать на выборах именно эту партию? Разбираться с этим будем в ближайший час. Вы смотрите «Полюс», часть первая. Политика. И помогать разбираться в столь непростых вопросах сегодня будут мои гости. Это люди, которые добрались до «Полюса», которых я здесь приветствую. Это господин Виарел Чеботару, председатель ЛДПМ. Добрый вечер. Добрый вечер. И политологи. Борис Шаповалов, вас здравствуйте. Добрый вечер. И еще и специалист по конституционному праву Сергей Мишин. Вам здравствуйте. Добрый вечер. Ну, наконец-то, да, мы можем взглянуть на документ, в котором четко ясно, как из США видится ситуация в Республике Молдова. Видели ли вы этот документ в глаза? И если да, то он был в СМИ, да, достаточно широко распространен. Да. Какое у вас первое впечатление было, когда вы с ним ознакомились? Господин Шаповалов. Ну, у меня первое впечатление было следующее. Началась предвыборная кампания. Соединенные Штаты Америки обозначили своего основного игрока, демократическую партию Молдовы. Все четко и ясно. Почему? Потому что этот документ появился в результате двух поездок нашего главного управляющего делами в Республике Молдова, Плохотнюка, Соединенные Штаты Америки. Он встречался с этими конгрессменами несколько раз. Там, если я не ошибаюсь, конгрессмен от Северной Каролины Дэвид Прайс внес эту резолюцию и Пит Уолсон, с которым Плохотнюк встречался дважды. Вот, это штат Техас. Ну, я знаю просто практику, как работают все эти механизмы. Конгрессмены и сенаторы в Соединенных Штатах Америки люди бизнеса, да, то есть они вносят какие-то резолюции, они делают заявления. Но они делают это не бесплатно, как правило. Есть специальные пиар-агентства, которые работают при конгрессе, которые обеспечивают всем людям, которым это необходимо, поддержку и так далее и тому подобное. Поэтому я не исключаю, что те 7 страниц текста, которые появились, они появились с подачей молдавских просителей, которые не случайно попали в Вашингтон, не случайно встретились именно с этими конгрессменами, а не с какими-то другими. Это стандартная практика работы американских конгрессменов. Это один вопрос. Второй вопрос. Здесь, естественно, ну, давайте рассматривать его во взаимосвязи тех событий, которые происходят. Нельзя этот проект резолюции рассматривать отдельно от других вопросов. В эти же дни, если не ошибаюсь, 22 февраля, буквально через два дня, когда пошла речь об этой резолюции, появилось заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, который признал, что Госдепартамент США направил своим дипмиссиям за рубежом письмо, инструкцию, в котором проинструктировал. Инструктировал не иметь дела с промышленными предприятиями Российской Федерации и вообще как-то воздержаться от каких-то дружественных контактов. То есть Соединенные Штаты Америки открыто проводят антироссийскую политику. Она увязана с так называемой борьбой с российской пропагандой. Они ее проигрывают, американцы. Они по этому поводу нервничают. И поэтому вот в этом комплексе нужно рассматривать эту резолюцию. И плюс еще один момент. Можно я сразу забью гвоздь? Вот по этому вопросу. Очень плохо, что наше руководство страны, я имею в виду парламентское большинство, так называемое проевропейское. И я имею в виду наше правительство, Павло Филиппо, ввязалось в эту, скажем так, антироссийскую борьбу на стороне Соединенных Штатов Америки. А не заняло какую-то мудрую нейтральную позицию. А то, что это все спланированные акции и действия, я могу подтвердить одной официальной цитатой. Если можно одной. Да, одной. Очень интересный человек, очень осведомленный, который формирует политику Соединенных Штатов Америки, который знает, что происходит и куда что идет. Джордж Фридман, директор Стретфора, это теневое центральное разведывательное управление, очень мощная информационная структура, который заявил в 2017 году, цитата, «Молдова – часть плана по созданию санитарного кордона вокруг России. Это территория, которая через некоторое время должна стать горячей точкой, важным элементом по созданию большого хаоса на границах России». То, что происходит, исходит из этой цитаты. Я поняла, вы уже ответили на все мои последующие вопросы, господин Шиповалов. Ну, по крайней мере, на часть из них точно. Спасибо за подробный ответ, господин Чеботар. Вот, во-первых, согласны ли вы с утверждением господина Шиповалова, что уже ставка четко на демократов? Нет, конечно, это блефи, это выдумки. Но, в принципе, я соглашусь в той части, что эта резолюция абсолютно стандартное действие. Она не является ни каким-то серьезным явлением в молодоамериканских отношениях, не является ни каким-то авансом в Республике Молдова, ни какой-то четкой новой позиции Соединенных Штатов. В принципе, там белым по черному написана обычная стандартная позиция, которая сформировалась у Соединенных Штатов. И она, конечно, отличается от той помощи, которая оказывалась в тот же Конгресс. Другие фигуры. Не сравните этих двух джентльменов с Маккейном или с другими законодателями мод в Вашингтоне, если сравнивать с недавним прошлым. Поэтому, и в том числе, я не думаю, что ссылка, скажем, на два визита господина Плохотникова в Соединенных Штатов характеризуется только с плохой стороны, потому что особенно последний визит его встречали на уровне неправительственной организации. Это максимум, что ему удалось добиться. При том, что его достаточно по слухам, я здесь не хочется слухи передавать, но, по крайней мере, все мои источники подтвердили, что его достаточно жестко на границе допрашивали по поводу некоторых сведений, появившихся в американской, в европейской и в молдавской печати. Поэтому, безусловно, это относится не к режиму Плохотнюка, это относится к Республике Молдова, государству, к народу, к тем трендам, в которые Республика Молдова вписывается. Это имеет меньше отношения. Я бы советовал очень осторожно относиться к произведениям господина Фридмана. Это билетристика, это фикшн очень часто. Не думал, что вы скажете о Стретфорд за такое. Я его читаю достаточно давно, лично знаю его, и поэтому я просто осторожно относиться. Это билетристика, это не документальная часть. Я бы более серьезно отнесся, например, к докладу спецслужб, в котором делается ссылка, в том числе и на Республику Молдова, на более серьезный документ. Я бы сделал ссылку на отсутствие, достаточно долгое время отсутствие, любых комментариев Белого дома, Государственного департамента по Республике Молдова и так далее. Это более серьезные документы, чем фикшн. Таких организаций, да, они, конечно, иногда дают очень интересные вещи, но, еще раз, мне намного более интересно читать Тома Кленси, чем Джорджа Фридмана. Там более интересные вещи, там ближе, так сказать, к реальности. А мне интересно было читать Туле-Изер. Есть важные вещи. Господин Шабовалов затронул отношения Соединенных Штатов с Российской Федерацией. Почему-то увязались в Республику Молдову с этими предприятиями. Ну, в результате об этом же говорится. Одну секундочку. На самом деле, Республика Молдова, как и Соединенные Штаты, как и многие европейские страны, являются жертвами вот той политики, компании, которая проводила Российская Федерация, того вмешательства и те расследования, которые бы проведены во многих странах, доказали эту связь. Мне не хочется, если говорить уже не просто о пропаганде, а говорить о гибридной войне, говорить о тех мерах вмешательства новых форм, вмешательства в дела новых стран, которые породили век технологий, информационного пространства и так далее. А если говорить о традиционных интересах Соединенных Штатов... Давайте мы попозже. Я переживаю, вы стараетесь... Резолюция, с одной стороны, это очень хороший сигнал народу Республики Молдова, но это совершенно не сигнал, совершенно недостаточный сигнал для Демпартии вообще не просто гордиться, не просто считать его как бы индульгенцией или считать каким-то мандатом для выборов, но и достаточно документ, который ничего лично конкретно правительству не... Поняла. Прежде чем предоставлю слово господину Мишину, только уточку. То есть вы считаете совершенно случайным тот факт, что авторами этой резолюции выступили как раз те два сенатора, с которыми встречался господин Плаконек? Нет, я считаю моветоном говорить все время, напоминать, что в американском конгрессе существуют лоббистские фирмы, что за это платят и так далее. Да это весь мир знает. Я вам могу телефончики сбросить, это не проблема. То, что вы называете всем миром, я еще раз повторяю, это моветон. Нормальный факт для них. Ну, давайте скажем так, пусть это будет такой вот старый добрый факт. Людмила, это настолько очевидно, что об этом не говорят таким образом. Поняла. Спасибо большое. Для меня это интересно. То есть они так торгуют своими мнениями, что об этом неприлично говорить. Чувствуете, Людмила? Господин Мишин, подключайтесь, пожалуйста, к нашему разговору. Мы, конечно, уже затронули и тему России. Вот, кстати, о том, что сказано конкретно в этой резолюции. Вот смотрите. Ну, во-первых, призвали традиционно власти России вывести свои войска с территории Пренестровского региона. Это цитата. Далее. Прекратить угрозы в адрес Молдовы. Остановить поддержку сепаратистских движений внутри Молдовы. Вы вспомнили эмбарго, значит, еще абсолютно точно. То есть очень много. Господин Мишин, некоторые считают, что это не столько промолдавская резолюция, она антироссийская скорее. Вы согласны с этим? И да, нет, почему? Я бы сказал, что это не просто антироссийская. Это прямую антироссийская резолюция. И вы знаете, вот как многие рассуждают о том, что, ну, вот случайно появилась резолюция, вот эта победа демократической партии. Да, Господин Шипова, во-вторых считает. Нет, это след того, что демократическая партия туда поехала. Но у меня создается впечатление, вот США, да, что это такое, как государство. Это те, кто кричат, что они несут демократию, что они демократически правильные, что они рассуждают демократически. А на самом деле, чем они занимаются? Вот давайте посмотрим последний год, да, да не последний год, последние три месяца, как выходит посол и явно, США, да, и явно вмешиваются внутренние дела Республики Молдова. Вы сейчас по поводу закона о пропаганде, вот так называемом? Это только, это еще один плюс. Это когда он выходит, говорит, вы неправильно реформы делаете, а мы вами недовольны, как вы делаете эти реформы. А вот вы должны за наши деньги покупать оружие летальное и приобретите в Минобороны, мы вам выделяем, вы вам выделят на это деньги. Это кто говорит? Это министр обороны наш нынешний, господин Сторза. Он куда бежит советоваться? Он где, с кем встречается? С американским послом. А извините, что делает министр у американского посла? Вот это вопрос. Резолюция целого Конгресса США именно по Молдове. Извините, это не внутреннее вмешательство в независимое суверенное государство. Как они могут нам диктовать, как суверенному государству, где они кричат со всех каналов, что мы признаем суверенитет Республики Молдова, что мы признаем вашу независимость. Они принимают резолюцию по Молдову. Они, кстати, признали в этой резолюции суверенитет. И территориальную целостность. В детстве суверенитет. В этой. Если они диктуют условия, и причем эти условия, извините, начали диктоваться не вчера, не позавчера. Мы давайте вспомним, как лидер ЛДПМ, тогдашний премьер-министр Филат, бегал к послу на приемы перед какими-то важными вопросами. Это длится уже на протяжении последних восьми лет. США диктует на территории Республики Молдова, что нужно делать, как нужно делать и зачем. Они вмешиваются внутрь нашего государства. Они говорят, какие законы нам надо принимать. Они говорят, что нам нужно делать. И причем, вы понимаете, в угоду США к поездке. Мы принимаем определенные законы, а потом США одумывается и говорит, ой, вы знаете, это не совсем демократично, вот зря вы поторопились, нужно бы делать другим путем. Так извините, двойные стандарты. Поняла. Это вообще не в поле. Я пытаюсь сейчас разобраться, чтобы мы сейчас вместе поняли, кто прав, кто нет, в плане поддержки власти. На самом ли деле поддерживает вот эта резолюция, значит, демократическую партию. Не просите меня комментировать то, что предыдущие говорили. Я пытаюсь вам задать вопрос сейчас. Я задаю вопрос по поводу поддержки власти, конкретно демократической партии. Вот смотрите как. Такая мягенькая она, эта резолюция, нигде нет никакой критики. Понимаете, вот я не увидела каких-то жесткостей в адрес того, что у нас юстиция, что у нас нужно бороться с коррупцией. Там очень мягко. Они высказываются за укрепление системы юстиции, за развитие независимости медиа, за укрепление энергетическое... Понимаете, вот нет вот этого... Секундочку, сейчас и вопрос не закончен. Я вспоминаю ту резолюцию, которая не прошла в 2016 году. Вы не можете не знать. Вы помните эту резолюцию? В 896 речь шла по поводу мер в связи с кражей миллиарда. Знаете, что тогда сенаторы предлагали? Тоже два сенатора. Они предлагали ввести санкции против тех лиц, которые они были уверены, что выявят в самом скором будущем в республике Молдова. И пофамильно там были обозначены эти люди. То есть тогда была ситуация одна. Сейчас вот мы видим такие вещи. Это не говорит о том, что на самом деле поддерживают власть. Смотрите, как мягко. Нет. Ну, вы ответили моему предыдущему коллеге по студии. И, в принципе, ваш вопрос совершенно... По республике Молдова было десятки резолюций. И, безусловно, что эта резолюция, еще раз повторяю... Ну, та вот не прошла. Вот интересно, да. Ну, я не помню всех обстоятельств. Но я думаю, что, во-первых, на тот момент еще была надежда, что это дело каким-то образом правительство справится с ней. На сегодняшний день есть понятное, абсолютно, что... То есть все актеры, все расклады, все понятно. И я совершенно уверен, что на определенном моменте эта позиция Соединенных Штатов именно в этом вопросе, она будет более четко, более ясно. Знаете, есть такая хорошая, замечательная формула, которую используют плохие прокуроры. Пока идет следствие, мы не можем давать информацию. Хотя именно во время следствия эта информация и имеет наиболее хороший характер и так далее. Вы не забывайте, что это американская фирма Кролл. Она специализируется на этих. Ну, конечно, есть определенные сомнения в некоторой, так сказать... Объективности. Нет, я бы не сказал объективности, потому что там профессионалы работают. Но в том, как используют результаты, это немножко другое. И там это не столько от Кролла зависит, сколько зависит от многих политических факторов. У меня нет абсолютно никаких сомнений, что фактически на сегодняшний момент вся ситуация по краже миллиардов абсолютно понятна, как технически, так и кто главный бенефициар. Скорее всего, остается вопрос, причем давление на руководство Республики Молдова никогда не спадало. Оно достаточно постоянное и достаточно твердое. Ну, есть, конечно, и политические обстоятельства, и даже геополитические. Притом, я не хочу быть адвокатом, скажем, Соединенных Штатов или американской администрации, но нельзя не признавать, что у них сегодня совершенно другие приоритеты. Трамп сформулировал в основном и сориентировал американский establishment и в том числе исполнительную власть на приоритет внутренних вопросов, на привлечение или возврат американских инвестиций в американскую экономику, на сворачивание определенной дипломатической деятельности. Госдеп сокращен наполовину, это нельзя не принимать во внимание. Дальше, значит, госпожа Брикс, она лишь комментатор некоторых решений, но не фактор, который принимает решения по этому уровню, на который сегодня встречают молдавских политиков, я имею в виду министра иностранных дел, это скорее третий клерк тебя задает. Ну а насчет вмешательства внутренних, да, это просто можно смеяться здесь на этот счет, потому что и в Молдавском парламенте обсуждаются вопросы, в том числе Румыния, например, Украина или Соединенных Штатов или других, почитайте наши декларации. Это совершенно другая трактовка. Я позволю себе вас перебить и вообще призыв. Совершенно другая трактовка определенных, которые я просто не воспринимаю и с которыми спорить не хочется. Я призываю вас все-таки, если можно. Но есть одна вещь, есть одна вещь. Ну, например... Просто остальные участники скучают, я прошу вас прощения, уважаемые гости, давайте, нет, не нужно никому скучать, я вот призываю вас, пожалуйста, отвечайте кратко на мои вопросы, а то вот один человек говорит, остальные стоят, вот как-то не дело. Давайте какую-то дискуссию, да, постараемся войти. Я по поводу поддержки или не поддержки. Вот смотрите, сегодня есть решение Совета ЕС. Вы говорите, что Соединенные Штаты не поддерживают демократическую партию. Я читаю решение этого Совета ЕС. И что я там вижу? Я вижу совершенно четкие формулировки, что они критикуют закон, как они называют, о российской пропаганде. То есть четкие слова критики. У американцев этого нет. Они выражают по-прежнему беспокоены с тем, что у нас коррупция и там жесткие фразы. Они по-прежнему напоминают нам. Американцы в этой резолюции не напоминают про миллиард. Они напоминают нам про миллиард. И я думаю, кто же из них неправильно оценивает ситуацию в нашей стране? Европейцы или американцы? Вы улыбаетесь, Борис Андреевич? Вам не отвечают. Конечно, я улыбаюсь. Почему? Потому что, слушайте, вот давайте вот эта вот вся билетристика про кролл, американскую компанию, про объективность. Вы меня извините. Уже давно юристы доказали. Следователь первого года работы в течение трех недель раскрывает, куда ушел миллиард, кто его украл и так далее. Потому что есть президенты банков, есть кредитные советы, есть финансовые инспектора. Все остальное берите, одевайте наручники. Через три дня все напишут друг друга, кто давал команды, откуда, как принимались решения двух правительств и так далее. Зачем вы рассказываете все эти сказки? Теперь следующее. Почему поддерживают и почему Соединенные Штаты Америки вот так относятся к нашему сегодня этому правящему режиму? Да все очень просто. Они прекрасно знают, кто украл деньги. Они прекрасно знают по фамилии на всех. Потому что есть Министерство финансов Соединенных Штатов Америки. Самая мощная разведывательная служба при Министерстве финансов Соединенных Штатов. Там управление по финансовой разведке больше по штату, чем центральное разведывательное управление. Они отслеживают любое перечисление свыше 100 долларов по всему миру. Поэтому вы меня извините, вот эти сказки, куда ушел миллиард, кролл не может найти за три года и все остальное это детский лепет для детей. Поэтому они поддерживают этих людей, потому что они знают, кто это сделал, потому что они на крючке, потому что у них счета за рубежом, потому что у них собственность за рубежом и так далее. Они сегодня выполняют те указания, которые есть. Ведь это современная система европейского неоколониализма, как ее называют, или ее еще называют система либерального неофашизма. Вот то, что мы через это проходим. Молдова вот проходит по этому. У нас те же Соединенные Штаты Америки программа ПМН оставила без коллективного сельского хозяйства. Программа Европейского союза ТАСИ с технической поддержкой оставила без промышленности. Сегодня Европейский союз, они вот это вот восточное партнерство придумали в 2009 году. Это все шаги заранее спланированные. Поняла. Господин Мишин, вот можно вам следующий вопрос задать. А вот если взять на вооружение точку зрения все-таки господина Чеботару, который говорит, ну не поддерживают они демократов. Некоторые так считают именно потому, что после господина Плохотнюка визит в Соединенные Штаты предприняла никто и иная, как Майя Санду. И у нее тоже были встречи. Не знаю, может ли сравниться с уровнем господина Плохотнюка. Все-таки он был в команде министра иностранных дел. Все-таки это несколько другая ситуация. Но все-таки она подала себя как политика, на которого делают ставку не кто иной, а Соединенные Штаты Америки. Ваш комментарий. Да, вот я послушаю. Вы знаете, я соглашусь, что США сегодня не поддерживает демократическую партию. Вернее, в какой области? Нельзя сказать, что она напрямую поддерживает только демократическую партию. Демократы сегодня очень хотят. И поэтому господин Плохотнюк уже и предпринял этих два визита. Я уверен, что будет еще и третий визит. И пытаются сделать все, что Америка сегодня говорит, для того, чтобы ей угодить. Чтобы они начали поддерживать только их. По поводу госпожи Санду тут все очень просто. Ну, давайте вспомним ее немножко прошлое. Она работала в МВФ, она работала в Соросе. То есть это воспитанница Америки. И естественно, у нее перед ней открываются все американские двери и перспективы поддержки. Демократы не глупые люди. Они понимают, что это очень серьезный противовес им. И если США сегодня полностью начнет поддерживать Маю Санду, они проиграют все. И для них это будет крак, и они просто разлетятся. Поэтому на сегодняшний момент они делают все предпосылки, все попытки угодить именно Соединенным Штатам. И просят вот эти резолюции. И как только вот эти два сенатора, с которыми они встречались, подают резолюцию конгрессмену, они первые, кто кричат «Ура!». Давайте мы растережим, что это наша заслуга, что мы этого добились. США с нами. Мы, значит, на правильном пути. Значит, вносим европейский эффект в Конституцию и идем так далее. Вот и все. Господин Чебатар, а почему? У меня такое впечатление, что люди не знают, как это происходит и вообще, как это делается в политике. Господин Чебатар, можно я задам? По-настоящему. Одну маленькую ремарку. Ну, хорошо, маленькую. Не занимаются процессами, а не людьми. И вот эти, значит, сказки насчет кто-то взращенный, кто-то невзращенный и так далее, не имеют никакого вообще отношения к реальности. Мне не хочется еще раз повторять. Быть адвокатом, там, Майи Сандули, она много критичнее к тому, что происходит в Соединенных Штатах, чем те, которые, не знаю, так сказать. Мы не говорим, что происходит в США. Мы говорим, что в США делают нам. Ну, я вас не перебивал, пожалуйста. Пожалуйста. И поэтому, значит, это очень упрощенное такое, значит, видение дел. Достаточно поверхностей, достаточно... Еще раз повторяю, и Соединенные Штаты, и Европейский Союз поддерживают процессы, которые в Калинина Республика Молдова. Но дело в том, что нынешнее управление, значит, гувернар, власть, правление, власть, хорошо, власть, да, она ни одной из своих обязательств не просто не довела до конца, она их просто дефаймирует, она просто их дефаймязы, она их фактически... Дезавулирует. Ну, скажем так, да. Вы посмотрите, у нас абсолютно нелегитимный парламент с точки зрения представительства, как было в 2014 году. Ни одна реформа не доведена на конца. Сто процентов согласен. С большой помощью социалистов и господина Дондона. С большой помощью. То есть, они здесь вместе рука об руку работают. Один с одной стороны, другой с другой стороны. Поэтому особых радостей, не говоря уже, что никакие ценности, которые, ну, я скорее могу назвать красным фашизмом, да, если вам так, а не либеральный фашизм. Такую фразу. Если такое, ну, услышите. Вы кого сейчас назвали? Вы кого сейчас назвали? А вы кого назвали либеральным фашизмом? Вы кого назвали? Да это теоретическое положение, которое во всех учебниках по политологии. Во всех учебниках политологии говорится, как Советский Союз вместе с Германией хотели разделить мир. Если говорить об американско-российских отношениях, есть одно непреложный факт, от чего все пошло. От аннексик Крыма. А аннексик Крыма сначала была решена, а потом проведена. Нет, давайте поговорим о аннексик Крыма. Отсюда и санкции. 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 Господин Шеботар, наши правые партии, они стремятся получить поддержку США? Ну, я не вижу. Вот вы, вот вы хотели бы, чтобы вот вы конкурирующая партия считаетесь с Майя Санду, да, например, и другим? Поддержку кого? Соединенных, чтобы вы вот совершили, совершили визит в Соединенные Штаты Америки, и после этого написали. Ну, это чепуха, это вот выдумки. То есть вы так не стремитесь к этому? Ну, это формальная часть, понимаете, потому что… Хорошо. Что вы думаете, ну, нет, это до Дону надо ездить в Москву, целовать ручку Кирилла, и после этого с этой картинка проходить… Да, и решайте вопрос мигрантов… То есть вы… Вы не играйте роли-троли, пожалуйста. Понимаете? Вот это да. Мне это не надо, и Майя Санду тоже этого не надо. Но, с другой стороны, одну секундочку, а вы что, думаете… Нет, ну, одну секундочку, а вы что думаете американским политикам, они что, интересуются только из одного источника? Им что, не интересно, что делается? А, то есть они, они что, не встречаются даже с вашим додором, что ли? А у них есть интересы здесь в нашем регионе, в Соединенных что-то… Да пусть Мексикой занимаются, Латинской Америке не суют нос по всему миру… Вы знаете, я… Пусть они с Афганистаном разберутся, в котором они сидят 15 лет, извините, в три раза увеличилось количество наркотиков под контролем американских войск, да пусть они с Ливией разберутся, пусть они с Ираком разберутся, где они создали ИГИЛ… Все каналы трафика наркотиков идут через Россию… А, Дону верил, вот поэтому не нравится российская пропаганда… Мне кажется, по поводу Аргентины… Потому что это не пропаганда, это правда… По поводу Аргентины есть заявление… Вы знаете, я хочу… Соединенные Штаты Америки, все-таки, вот в любых ситуациях, поддерживает страну или власть? Власть… И только власть… И только власть… Вот это… Это вам любой политолог скажет… Вот мне интересно… Я думаю, господин Чеботару не будет отвечать… То есть вы считаете страной… А вы считаете власть… А вы считаете власть… А кого приночета… Почему? Я сейчас начну загибать пальцы… Они хотели свернуться с президентом Эрдогана… Почему я спрашиваю… Потому что Соединенные Штаты Америки во всех своих пресс-релизах… Они о чем говорят… Как они поддерживают Молдову… Ведь они не пишут, что мы поддерживаем правящую пальму… Говорят, мы поддерживаем Молдову… Ну конечно… А вот мне интересно… А почему вы считаете, что поддерживают не страну… Хорошо… Почему… Они говорят, что они поддерживают Молдову… Так… И при этом выступают, что давайте запретим российскую пропаганду… При этом выступают, что давайте уничтожим русский язык… Хорошо… При этом выступают со многими другими… Давайте выведем российские… Давайте выведем российские войска… Давайте уничтожим Приднестров… Людмила… Это настолько слабые платформы смотреть, это с такой же точки зрения можно говорить, что Россия поддерживает, например, Северную Корею, потому что она поддерживает какие-то отношения и так далее. Еще раз повторяю, на сегодняшний день у Соединенных Штатов они с большим трудом подтвердили свое желание продолжать участвовать в стабилизации в Европе, хотя Трамп сначала... А это про Молдову, я имею в виду про Молдову, потому что пока здесь находятся оккупационные российские войска, интерес Соединенных Штатов к этой зоне не упадет ни в коей мере. Пока не будут действительно демократические режимы, у Соединенных Штатов не пропадет. А с точки зрения, одну секундочку, вы поймите, есть чисто дипломатические отношения, когда вне зависимости от того... Они живут в страну, вы считаете? В страну и народ, безусловно. Да, в страну и народ. То есть вы считаете, что если бы у власти были, например, социалисты, то такая же военная помощь в размере 11 миллионов евро была также бы предоставлена? Нет, в зависимости от того, как быстро социалисты... То есть вне зависимости от власти, они взяли и принимали те же деньги? Мы живем в достаточно глобализованном мире. Я понимаю. То, что произошло с Воронином, произойдет и с социалистами, когда если они вдруг допустят такое невозможное, вдруг их допустят в власть. Но если не допустят в власть... А кто должен допустить? Народ. Народ достаточно умный. То есть в принципе... Вы кормите вашими сказками, вашей литературой, и почему-то вы у вас удовольствие. Ваши звезды атлантические сказки, мы уже знаем, господин Чапапов. То, что произошло с партией коммунистов, как быстро партия коммунистов пришла к глобализированным решениям, так же произойдет и с той партией, которая называет себя партией социалистов. Я прошу прощения, я буду все-таки задавать вопросы. Мы сейчас говорим о том, поддерживает народ, страну вернее, или власть. Я попыталась задать вопрос, что было бы, если бы у власти были предоставляли бы такие идеи. Власти относятся формально. Было бы странно, если бы Соединенные Штаты игнорировали. Я же вас не перебивала. Хорошо. Вот вы считаете по-другому. А что делают Соединенные Штаты, если им власть не нравится? Как что, свергают они эту власть? Как они пытались свергнуть президента Эрдегана год тому назад? Почему? Потому что он пошел на сближение с Российской Федерацией. Не устраивает ту политику, которую они проводят на Ближнем Востоке. А примеров, кого они поддерживают, власть или народ, давайте так. Ирак, Саддам Хусейн. Нашли там оружие массового поражения, которое они искали, все остальное? Не нашли. Что они создали там? Они создали ИГИЛ, который ими финансируется, который ими контролируется, как в свое время афганских и душманов они финансировали и вооружали. Точно так же. Давайте говорить о Ливии, Муаммар Каддафе. Что там лучше стало? Там демократия благодаря НАТО, благодаря Соединенным Штатам Америки. Страна разделена на три клана. Идет резня. Куча людей бежит в Европу. Это после вмешательства Соединенных Штатов Америки и той же цивилизованной Европы. Давайте по Сирии говорить, по Башару Асаду. Они кого поддерживают? Сирийский народ? Башара Асада, которого избрал этот народ? Или они поддерживают ту же оппозицию, которую они финансируют, которую они поддерживают? Кого они на Украине поддерживают? Они свергли законного президента Виктора Януковича, подписал за день перед этим с ним липовое соглашение, потом умыли руки. Еще рассказывать примеры? Нет, нужно передать слово господину Мишину. Спасибо, что этот раз более кратко. Вы знаете, я так скажу, поддерживают народ или государство, или власть. Пока я не вижу, чтобы Соединенные Штаты Америки в своих действиях, по крайней мере, начиная с 2010 года, как-то поддерживали молдавский народ. Ни в одних заявлениях и ни в чем. В чем поддерживается молдавский народ или в чем поддерживается государство? Да поддерживается наша власть. Наша власть поддерживается за счет тех кредитов, которые дает МВФ и США. Наша власть поддерживается за счет грантов, которые выделяют в Семерный Банк. Поддержит любую власть или та власть, которая... Нет, вот эту власть, которая против России, вот эта власть, которая смотрит им в рот, вот эта власть, которая ждет сегодня от них денег, вот эта власть, которая сегодня уничтожает производство нашего государства, которая уничтожает наши предприятия, не дает развиваться нашим людям. Извините, было время, когда мы отделались от всех кредитов. Было время, когда поднимали наше производство, когда у нас были торговые партнеры. Что сегодня происходит? Мы живем только за счет кредитов. Назовите мне, сегодня хотя бы одно развивающееся предприятие нету. А если, не дай бог, хоть одно предприятие начнет развиваться, тут же любыми способами мы его загнили. Господин Щеботару, вот мне важно в конечном итоге, вы смотрите, Соединенные Штаты вливают и деньги в нашу экономику, да? Вот с учетом того, что говорите вы, с учетом того, что говорят ваши оппоненты. Вот мне интересно, в конечном итоге, вот чего хотят Соединенные Штаты от Молдовы? Вот чего они хотят? Вот говорят, мы вам даем денег для того, вот для чего. Как вам это видится? Соединенные Штаты хотят видеть в Республике Молдова демократическое развивающее государство. То есть та же демократия. По большому счету им плевать, любит она Россию, любит она украинцев, румын или французов и так далее. Это все сказки, бредни, сивой кобылы, причем достаточно распространенные. То есть старая добрая демократия. Если у вас нет демократии, мы идем к вам или как? Да, конечно. Мы живем в 21 веке. С ковровыми бомбардировками. Я прошу, как он не так. Мы живем в 21 веке. В 21 веке. Изменились вещи, очень серьезно изменились. Они, да, есть и процессы, конечно, которые дают новую. Мне очень трудно здесь сделать разделительную линию. К сожалению, наша сегодняшняя власть, которая, в принципе, и не менялась достаточно серьезно последние годы, особенно в экономической части. Здесь я полностью согласен с этой критикой, особенно экономической и так далее, которые фактически паразитировали на этой помощи, вместо того, чтобы ее направить, набивали себе карманы. И здесь, что коммунисты, что социалисты, что демократы, большой разницы здесь нету. Социалисты еще не были у власти, но я благодарю вас. Нет, социалисты были у власти. Тут же Додон, тут же Гречаны, тут же Турканы. С точки зрения, это были отдельные люди, но управление было. А что вы не говорите, что либералы-демократы были у власти? И так далее. А либералы-демократы тоже были у власти? А что же вы тогда не называете? Либералы-демократы были у власти? Как либералы-демократы страну разворовывали? Вы знаете, я предлагаю вернуться к теме нашей. Нет, конечно. Не воровали, да? Зря демократы воровали. Демократы вышли вместе с коммунистами воровали. Воровали, оказывается, демократы. Меня смущает, господа. Меня лично, господин Чапатар, не обижайтесь, пожалуйста. Меня очень смущает формулировка, когда говорят, чего хочет. Вот та или иная страна. Вот Молдова, например, в отношении России, за что нашу власть ценю? За то, что они говорят, честно, нам нужен рынок. Какие интересы могут быть у России в Молдове? Мы понимаем, Приднестровье. А когда говорят, какой интерес у США, начинают говорить, развитие демократии. Честно, мне страшно. Потому что я не понимаю, как эту демократию в условиях того, что у нас появился Центр НАТО, в условиях того, что есть тысячи примеров. Ну, потому что это вопрос хороший. Центр НАТО появился в 2006 году. Это вопрос сейчас, я прошу прощения. Я являюсь создателем этого. Да, 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 да. А сейчас уже посольство. Господа, вы как к этой вообще относитесь, формулировке? Какое? Потому что демократия... Да, то, что США у нас хочет построить демократию. ...соединенных Штатов и Америки выстраивают четкую дугу от Балтийского моря до Каспийского моря. Помните, ГУАМ был, потом ГУАМ был. А теперь ГУАМ. Теперь ГУАМ. Вот давайте рассматривать все события, вот с аналитической точки зрения, что происходит. Итак, 20 февраля два американских конгрессмена вносят в Конгресс резолюцию, так сказать, направленную на поддержку Республики Молдова, но явно антироссийского характера. 21-го выступает пресс-секретарь Госдепа Хизернауэр, которая сообщает о том, что не надо поддерживать отношения с Российской Федерацией, это официальная позиция Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. И смотрите, 2-го марта оказывается у нас вот этот междусобойчик между Молдовой, Украиной и Грузией организуется, да, это так называемая межпарламентская конференция по безопасности. А кто ее проводит, кто ее финансирует? Оказывается, Атлантический Совет Соединенных Штатов Америки. Вот такая громадная, типа общественная организация, которая существует на государственные деньги, это не вмешательство во внутренние дела не только нашей страны, но и вообще региона и других стран. Это не занятие какой-то позиции подталкивания нашей страны, конфронтации с Российской Федерацией, с нашим основным торгово-экономическим партнером, особенно сельскохозяйственной продукцией и так далее. Это целенаправленные действия, которые выходят. О какой демократии мы говорим? Господин Мишин, вы как относитесь к этой фразе? Демократию у нас хотят? Вы знаете, мне очень интересно, как говорят, что вот американцы пытаются здесь построить демократию, да, и режим научить строить демократию, и они что, не видят, что у нас происходит? Они что, не видят, что делают с нашей Конституцией? Они что, не видят, как мы из первого государства превращаемся непонятно во что? Вы себе противоречите, тогда если видят, то почему же не вмешаются и не остановят это? Так вот, у меня вопрос. Они помогают этому режиму. Так они вмешиваются или не вмешиваются? Когда вам удобно, вы говорите, что не вмешиваются. Да смотри, Чебатарий, я вас не перебивал. Это вам показать, как вас когда перебивали. Вы задали вопрос, да, пожалуйста. Хорошо. Так вот, вопрос был задан. Идут ли они сюда делать демократию? Они вмешиваются или не вмешиваются? Это два разных вопроса. Так вот, по поводу демократии, они делают только одно. Они поддерживают воровской режим, который вы, кстати, тоже защищаете очень сильно, как адвокат. И вы почему-то вспоминаете все партии, кроме своей, которая участником была этих же процессов с 2009 года. Давайте не будем вспоминать 7 апреля. Потому что ваша же партия была участником тех событий, которые были тогда. Секунду, я и закончу. Это полная ложь. А что, ДПМ не участвовала, а не собрала людей? Вы можете хотя бы один какой-то документ, ну, с вашей социалистической или прокоммунистической точки зрения, Вы можете... Вы можете... Господи, Вы говорите, кто площадь забронировал? О чем Вы говорите? Мы говорили, что это были участники. Мы о чем разговариваем? Вы участвовали в промежлении. А вы помните в 2017 году большевики что-то сделали? Сколько миллионов людей они погубили? Вы их защищаете, этих кровопийцев? Нет, 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 давайте вспомним. закрутился и в тридцать девятом году кто разникал еще раз я думал здесь есть реальные политологи которые знают что это такое российская федерация покупает больше американского оружия чем собирается это сделать республика молдовы это 1 1 1 что значит вообще в принципе оружие летали это что такое детский сад не что они с бамбуками и палочками если бы я хотела спросить что такое армия я бы спрашиваю зачем мы у сша покупаем летальное оружие и меня смущает тот факт что в декабре прошлого года сша предоставила большую долю бесплатно летального оружия для украину а некоторые продавать значит давайте то зачем это я насчет продажи оружия соединенными штатами республики молдова не знаю что сказал министр и будем его спрашивать парламенте что он имел ввиду будет потому что министр сказал что это секретно одну секундочку не надо смеяться я говорю серьезные вещи которые вы не знаете конечно и не надо организировать не надо ринге конечно не дружить и поэтому из пальцев высасывайте всякие ваши страхи еще раз повторяю я не знаю что собирается делать министр и по какой программе мне это не кажется покупкой я не знаю дать я это скажу пожалуйста это существует процедура господин министр должен прийти в парламент в парламентскую комиссию и рассказать о своих планах что собирается как собирается модернизировать кстати я недавно не просто верю я с этим борюсь я недавно критиковал вообще всю эту систему конечно нужно новое вооружение конечно не будет серьезно верите что вот парламент просто верю и просто верю лучшее оружие у российской федерации я сейчас не призываю автомат мира я не могу принять участие в этом споре зато точно знаю что факт покупки одной страны у другой страны оружия летального о чем-то говорит против кого-то вот ну если вам так хочется видеть пожалуйста мне это не направлено в республике молдова есть два две задачи которые стоят перед национальной армией это как это точнее выразиться без прожарен термин дитеренс иногда выходит эти термин на русском языке я прошу прощения ничего страшного пока не у нас есть на нашей территории есть оккупационные войска и плюс еще войска приднестровской республики которая не подчиняется не правительство республики а то есть против преднестровья все таки нет еще раз я сказал я сказал для того чтобы господин чепотал а вот по какому документу находится у нас оккупационные войска документ они готовятся по соглашению 21 июля 1992 года между президентами республики молдова и российской федерации операция о которой вы говорите оба секунду раздорните договор подписанный президентом еще раз повторяю автоматически входим войну это операция не ну чепуха не надо рассказывать про эту операцию вы еще на преднестровцев работаете есть юридический документ который подписался есть или нет хорошо его кто-то отменил или нет значит они законы находятся люди троллями господин мишин мы не закончили разговор с разговор серьезный разговор серьезный парламенте он должен объяснить в чем состоит процесс модернизации с российской федерации не кто главнокомандующий у нас на стране что значит нет вы конституции что ли не читали нет конечно что написано президент но президент у нас нет как то значит нет а народ кого избирал народ избирал народ избирал это вы как руководитель партии сейчас он троллит вас не поддавайте пожалуйста я еще не видел действия как главнокомандующий кроме двух визитов давайте а что должен делать главнокомандующий который не является военным и вообще не знает нужды армии большого как это причем здесь это не как пожалуйста летально но и у нас тоже это летальное оружие не против кого вы были министром обороны тогда вам наверно известна истина если у тебя есть оружие ты всегда готов должен быть применить его Конечно, абсолютно. Так вот, против кого мы готовы его применить? Против любого, который сделает агрессию. А кто сделает агрессию? То есть, да, в ком сегодня видит молдавская сторона агрессора? Давайте проанализируем. Нет, я не хочу анализировать так. А, ну потому что вы хотите отвечать только на свои вопросы. Нет, 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 это просто неправильно. Нет, вы просто не отвечаете на прямые вопросы. Но подписав хартию Объединенной Организации, вступив в Организацию, она приняла на себя обязательство защищать мир во всем мире. И там не написано против какого. То есть мы, наконец-то, мир, у нас вздохнет свободно. Любая страна, Людмила, любая страна, любая страна, любая страна, вы посмотрите, нет ни одной страны, кроме Коста-Рики, в которой не было бы армии и в которой не было бы летального оружия. Поэтому не надо... Ну вот как-то... У меня еще один вопрос из Конституции. Из Конституции. Секунду. Я хотела бы обратить ваше внимание, господин Чеботару, лепить Горбатого, это из лексики того лидера, которого вы смели. Мы сменили. Да, давайте не будем. Давайте вот держать себя в рамках. Лепить Горбатого вы будете вне стены этой студии. Спасибо. Господин Мишин. У меня еще один вопрос. Раз уже господин Чеботар говорит, что он не видит у нас президента, хотя он всенародно избранный гарант Конституции, у меня другой вопрос. Он нарушает Конституцию ежедневно. Он не нарушает Конституцию нигде. Я могу доказать это юридически. А то, что говорит ЛДПМ, не значит, что истина в последней станции. У нас в Конституции написано, что мы нейтральная страна и нейтралитет. Да, написано. И это есть понятие. Секундочку. У нас существует этот нейтралитет? Кто считает, нет документ, где указано, что это оккупационные войска. Нет, у нас есть только договор, подписанный двумя президентами. И это юридический документ. То, что политологи и лидеры партии... В 99-м году этот документ потерял свою основу, когда Россия взяла на себя обязательство вывести его. Это ваше мнение. Это не мнение, это документы. Это документы, а вы неграмотные. Это документы, которые Клик Павел принял, и в 2002 году в порту их переподферили. В 2001 году заключили межправительственное соглашение между Республикой Молдовой и Россией. Хорошо. Но у меня другой вопрос. Мы нейтральное государство. Потому что Россия здесь... Секунду, я задаю вопрос не по России. Я же вам предоставляю слово. Я задаю вопрос по Молдове. Давайте оставим США, давайте оставим Россию. Мы говорим про Молдову. Да. Мы жители этого государства. Ни США, ни России. Так вот вопрос. Мы нейтральное государство. У нас нейтралитет. Присутствие летального оружия никак не вписывается в рамки нейтралитетного государства. Да, с точки зрения международного права. Швейцария это самое вооруженное государство в мире. Вы знаете, что у них на 7 миллионов 600 тысяч в действующей армии. Резервисты. Подождите, где? Вы знаете, что у них... Нет, однажды, вы знаете, что у них ходили из самых больших бюджетов. Вы знаете, что в нейтральной Швеции, в нейтральной Австрии очень хорошо развитые армии с хорошим современным оружием. Да потому что у них нет территориального конфликта на их территории. Так что у нас территориальный конфликт, у нас еще и не должно... Это неделя гражданской войны, как у нас. Вы у нас нет влияния в мире, потому что у нас нет влияния в других странах. На их территорию не претендует. Говорите по-другому, не перебивайте друг друга, пожалуйста. Отвечай на ваш вопрос. Ответьте на юридический вопрос сначала. Хорошо, отвечаю чисто юридический вопрос. По Конституции. Нейтралитета у нас нет, хотя он записан в Конституции. У нас ничего нет. Он совершенно не функционирует. Кроме Российской Федерации, все страны его уважают и подтверждают. Кроме Российской Федерации. Не выводят свои войска и не делают, чтобы этот нейтралитет был действительно... Дальше. Причем здесь Россия? Вот при чем здесь нейтралитет? Россия действительно никого отношения нет. Никого нет. Потому что ее войска находятся в соответствии с договором с Республикой Молдова. Какие у вас претензии есть? Соответствии с действующим договором. Отмените договор. Договор о нем давно, в 99-м году, что на Стамбольском саммите Россия Федерации подписала соглашение о выведении этих российских войск. При одной войне вы, как специалист по НАТО, знаете, что этот договор был увязан с договором о ракетах средней дальности, которая Соединенных Штатов Америки расторгнет. Соответственно, не может одна сторона выполнять договор, когда вторая его нарушила. Ответьте мне на вопрос, господин Собавалов. О чем вы говорите? Вы собираетесь воевать в Приднестровье? Нет, конечно, там наши братья живут. Так почему же вы держитесь за присутствием других войск на территории? Каких войск? Я не держу все эти войска. Господин Собавалов, ответьте мне на вопрос. Есть в Молдове кто-то, кто собирается воевать в Приднестровье? Президент Молдовый Снегур подписал договор. Мы его отменили? Нет. Все, точка. Хватит заниматься. Вы предлагаете его отменить? Хорошо. Давайте я вам сейчас дам по одной. Нет, никто ничего не предлагает. Просто господин Собавалов не закупает летальное оружие у Соединенных Штатов. Спасибо ему за это. Понимаете, если бы мы закупали это оружие у России, вы бы по-другому сейчас говорили. Вы бы не говорили. Вы бы не говорили. Вы бы не говорили, что вас это радует. Россия предлагала нам покупать по тройной цене, завышенной, в 1996-1997 году. Ну, здесь не смешно. А если бы давали бесплатно, вы бы тоже не взяли у России или взяли вы? В смысле? Ну, в смысле. Вот вы сейчас только дороговизной объясняете свой поступок. Вы были министром. Мы бы у России оружие брали? Ну, сколько? Теперь дальше. Настолько смешон ваш вопрос. Зачем вы мне задаете смешные вопросы? Не знала, что этот вопрос смешон. Соединенные Штаты дарят оружие Украине, и никто, кроме них, не смеется. Понимаете? А то, что вы отношения Молдовы, это почему-то очень смешно. А что, Россия дарит Украине оружие? Или Азербайджану дарили? А вы не знали об этом? Россия дарила? Не Россия, а Соединенные Штаты. А Россия кому-то дарила? Вы меня спрашивали, если бы подарила бы меня. Представьте такую ситуацию. Нет, я не могу себе представить. Россия второй профессионал после Соединенных Штатов Америки. Хорошо, давайте так. Они потеряли свои позиции. Потеряли свои позиции. А кто-то вышел, потому что мы и по многим параметрам. У нас по одной минуте, к окончанию программы, я даю вам, для того, чтобы вы ответили на мой, на мой взгляд, важный вопрос. Какими вы видите хорошими, ну не скажу идеальными, но очень хорошими отношениями между Соединенными Штатами Америки и Молдовы. Вот какими они должны быть? А почему вы так задаете? С таким подтекстом? Гостейн Шибатару, я понимаю, что вас уже нервы сдают к окончанию программы. Это очень хороший вопрос. Если вы не хотите на него отвечать, Гостейн Шибатару, вас мой подтекст устал. Нет, я хочу, я просто хотел... Нет, мне интересно, какими вы видите очень хорошие отношения Молдовы и Соединенных Штатами. Я думаю, это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Замечательно, попытайтесь соответствовать. С Соединенными Штатами невозможно не иметь хороших отношений. То есть в том смысле, что Соединенные Штаты на сегодняшний день играют ведущую роль в мире. И в финансовых системах, и в разворачивании средств. То есть от нас ничего не зависит? Зависит, очень многое зависит. Очень многое зависит. Вот именно от нас очень многое зависит, чтобы мы не остались на обочине истории. То есть вот как? В том болоте, в котором мы сегодня находимся. И поэтому мы должны, прежде всего, для того, чтобы иметь хорошее отношение с любой страной. И с Российской Федерацией, с Соединенными Штатами. Надо выполнять свои слова. Надо иметь четкое видение, куда ты идешь, что ты идешь. Что ты хочешь сделать в этом мире. Не только для себя. Выстроить себе что-нибудь или перебегать из одной партии в другую и так далее. Тогда имейте вот этот путь. Спасибо вам большое. Господин Мишин. Тогда будете иметь очень хорошее отношение с Мишин. Господин Мишин. Я вижу отношение с Соединенными Штатами как действительно с добрососедом. Который не вмешивается во внутренние дела нашего государства в первую очередь. Не разрушает нашу нейтралитет и суверенитет. Не поддерживает власть. Который наконец-то начнет действительно поддерживать наших производителей, и наше государство, и наше население. Вот если они пойдут в эту стезю, с ними нужно дружить и с ними нужно развиваться. А если они будут проводить ту же политику, которую проводят сегодня в поддержании власти, то конечно такие взаимоотношения невыгодны и не будут. Спасибо. Господин Шпавал. Я рассматриваю отношения Республики Молдова с Соединенными Штатами Америки следующим образом. Да, нельзя отрицать Соединенные Штаты Америки, первая экономика мира, первая армия мира, да, супердержава, которая управляет международным валютным фондом, другими международными структурами, оказывает на них влияние. Это авторитетное государство, конечно. Но я бы хотел, чтобы Соединенные Штаты Америки больше занимались своими внутренними проблемами, не вмешивались в дела других государств, в частности в дела Республики Молдова, не учило молдавское правительство, как ему проводить переговоры со своим Приднестровьем, как выстраивать свои отношения с Европейским Союзом или с Евразийским Экономическим Союзом, не ставило перед выбором или вы с этими, или вы с другими. Вот это главный вопрос. А с точки зрения выстраивания вообще правильных международных отношений, я здесь четко и ясно поддерживаю позицию президента Игоря Дадона, который говорит, что Молдова транзитная страна, мы должны дружить и с Европейским Союзом, мы должны поддерживать отношения и с Российской Федерацией, нашим многовековым стратегическим партнером. То есть мы должны использовать наши вот эти преимущества. А когда мы занимаем какую-то позицию в данной ситуации проамериканскую, направленную против интересов России в этом регионе, хотя интересы России здесь больше, чем Соединенных Штатов Америки, я считаю, мы поступаем абсолютно неправильно. Это антинародная политика правящего режима. Спасибо. От себя только добавлю известное изречение про большие и малые страны. Большие и большие, а малые страны должны проводить умную политику. Это относится и к нашим взаимоотношениям с Соединенными Штатами Америки, и с Российской Федерацией, и со всеми теми странами, которые нас на сегодняшний день окружают. Жарко получилась дискуссия, но несмотря на это, благодарю всех за участие. Вот в первой части программы под названием «Политика». Приходите, разумеется, к нам еще. И я вам напоминаю, что совсем скоро наш информационный вечер продолжит выпуск новостей, а сразу после в эфир выйдет вторая часть программы «Люди». Вас ждет эксклюзивное интервью с известным израильским экспертом Яковом Кедми. А затем мой коллега Илья Киселев представит вам свою рубрику «Человек-неделя». Это «Полюс», и мы с вами на одной стороне. Вы смотрите «Полюс. Политика. Люди. Страна». В эфире часть вторая «Люди». И открывают ее, как обычно, эксклюзивное интервью. Сегодня мой собеседник – известный израильский эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике Яков Кедми. Мы говорили с ним о том, о чем предпочитают молчать многие наши эксперты. О летальном оружии для Молдовы, американском следе в этой истории и оппозиции Конгресса США в отношении нашей страны. Итак, наша рубрика «Эксклюзивные люди» в эксклюзивном интервью. Я не знаю, какое оружие он приобретет. Летальное оружие – это могут быть противотанковые ракеты или просто снайперские винтовки – тоже летальное оружие, или танки, самолеты и ракеты среднего радиуса действия. Ваш министр обороны должен сказать, первое, какое летальное оружие, второе, от кого он собирает. Если отрубить, то это одно, если отрубить, то это другое. Господин Кедми, у нас, к сожалению, нет более подробной информации, что это за вооружение, но давайте исходить из того, что нам известно. На сегодняшний день, как заявил министр, мы намерены получить финансовую помощь от США в размере 11 миллионов евро. Вот как можно расценить тот факт, когда одна страна собирается вооружать другую? Вам это о чем-то говорит? Это говорит о том, что одна страна, когда ее вооружили, она поддерживает эти стабилизии, в данном случае Молдовы, увеличить свои вооружения, и тем самым как бы подталкивает ее к тому, что вооруженный конфликт с ее участием может быть. Это принципиально. Уровень вооружения даже такой большой страны, как Молдовы, это не влияет ни в чем. Но это символическая, политическая поддержка. В общем, мы готовы вам помочь в ваших военных делах. И в этом заключается весь смысл того, что делает на конце. Вот злые языки у нас утверждают, что и само это вооружение, это летальное оружие, будет далеко не новейшие какие-то разработки. Вот у нас говорят, что будет устаревший, США так избавляется от балласта, если это на самом деле будут закупки у Соединенных Штатов. Вы верите в эту теорию? Ну, во-первых, насколько я знаком, старая Молдова практически не способна использовать современные виды оружия. Во-вторых, на 11 миллионов долларов можно купить очень старое оружие. Вот в декабре прошлого года было объявлено, что Украина будет закупать летальное оружие у Соединенных Штатов. Мы знаем, что на Украине есть Донбасс. Мы знаем, что у нас есть в Молдове Приднестровье. Вот такой простой вопрос, не слишком ли много такого оружия для нашего региона? Я вам скажу, в отношении Украины не шла речь о том, что Украина будет закупать, а то, что Украине дадут бесплатно летальное оружие. В данном случае шла речь о сотне с лишним ракет типа Джовелин, это противотанковая ракета, а потом стали говорить, нет, это будет не Джовелин, это будет ТО. Опять-таки, это чисто символический шаг, потому что такое количество ракет не играет никакой роли ни в каких военных действиях. Если будет ТО, то ракеты очень старые, я с ними знаком со времен войны и судного дня 73-го года. А в Молдове это говорит только о том, чтобы подкрепить как-то военные стремления Молдовы. Если речь идет о Приднестровье, то это чисто бесспективный шаг. Потому что самое разумное это порядок Молдовы и Приднестровы для того, чтобы расширить эту проблему в объединенном государстве, а не наоборот увеличивать вражду между двумя частями Молдовы. Ну, у нас вот тоже задается вопросом, с кем собирается воевать Молдова? Против кого, собственно говоря, это оружие закупается? Ну, мы знаем, что около нас находится военная база НАТО, мы знаем о том, что Румыния страна член НАТО. Мы даже боимся предполагать, в чью сторону может быть направлено это оружие. У вас есть какие-то предположения? Ну, вряд ли американцы будут давать деньги на оружие, которое будет направлено против НАТО. Это нелогично, даже если принять во внимание постоянную нелогичность тех или иных политических и военных решений Соединенных Штатов. Скорее всего, это оружие направлено против Приднестровья. И если это направлено против Приднестровья, тем самым Соединенные Штаты вмешиваются вовнутрь Молдавской Конституции. Господин Кедми, на днях в Конгрессе США зарегистрирован проект резолюции, как он называется, в поддержку Молдовы. Его авторами являются конгрессмены Дэвид Прайс и Пит Олсен. В этой резолюции Молдова представлена как жертва политики Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, как вы можете оценить эту резолюцию? Есть ли у нее шансы, на ваш взгляд, что ее в Конгрессе примут? И не является ли это своеобразным ответом на декларацию Государственной Думы, которая была принята совсем недавно тоже по Молдове? А что говорила декларация Думы? Говорила декларация Думы, осудили действия молдавских властей по поводу закрытия российских информационных и информационно-аналитических программ в Молдове. У нас сейчас российские телеканалы транслируются без новостей. Анализировать предложения на законы или законы, принимаемые американским сенатором, американским сенатом и конгрессом, это больше проблема для психиатра и для психолога. По степени нелогичности и глупости этих законов, так что, если это предложение будет принято, это говорит, что уровень мышления и понимания международной обстановки американских сенаторов и конгресса, он продолжает стремительно в отношении агрессии, но только полные невежа могут говорить о какой-то агрессии против Молдовы. В Молдове произошла гражданская война, она была, началась давно, и это внутри молдавской конфликт, то, что на нем пытаются нагреть руки те или иные бесчестные политики, это только выбрать Молдове и ее население. Господин Кедми, мы уже находимся сейчас в 2018, это для нас предвыборный год, вот с вашей точки зрения, вот вся эта международная обстановка, с водителями которыми мы являемся, насколько она будет влиять на нашу предвыборную кампанию? Любая поскольку иностранные государства будут вкладывать деньги в нее, параллельно с утримолдавскими олигархами, которые тоже будут вкладывать деньги, и то и другое незаконно с точки зрения международных законов о демократии. Господин Кедми, давайте представим себе такую ситуацию, у нас прошли парламентские выборы и большинство взяли левые партии, партии, выступающие за сотрудничество с Россией, какова возможная реакция международных партнеров? У нас вопрос задает еще более прямо, позволят ли они, чтобы эти силы взяли реальную власть происходят в Молдове. Вряд ли кто-то допустит, чтобы то безобразие, которое было на Украине четыре года назад, повторилось в Молдове. Господин Кедми, я благодарю вас за ваши ответы, всегда с удовольствием с вами беседуем. Спасибо вам большое. Это была точка зрения Якова Кедми, всемирно известного эксперта. Предвижу, что в коалиции с ней не все будут согласны. И тем не менее, перед принятием решений, касающихся такой сферы, как безопасность не лишне послушать профессионалов. Это никому еще не навредило. Вы смотрите Полюс и настало время рубрики «Человек-недели». Илья Киселев уже в студии и готов завладеть вашим вниманием. Илья, перенимаю эстафету. Спасибо, Людмила. Настоящим богатством любой страны является здоровье ее народа. Здоровье, о котором надо начинать думать с детства и о котором надо заботиться всю жизнь. Незаменимыми помощниками здесь становятся физкультура и спорт, а тренеры нашими наставниками. Сегодня мы расскажем вам об уникальном человеке. Это многократный чемпион Молдовы по самбо и дзюдо, президент Федерации студенческого спорта, почетный тренер Республики Молдова, ректор Государственного Университета физической культуры и спорта, человек недели на Акчен-ТВ Вячеслав Маналаки. На минувшей неделе в спорткомплексе Государственного Университета медицины и формации Николая Тестемицано состоялась торжественная церемония открытия универсиады высших учебных заведений Республики Молдова. В соревнованиях примут участие студенты всех вузов Молдовы, которые определят победителей в 20 видах спорта. Почетным гостем на спортивном мероприятии стал президент Республики Молдова Игорь Дадон, который в своем приветственном слове сказал, что был рад принять приглашение и посетить открытие соревнований. Главным организатором самого крупного спортивного мероприятия студентов нашей страны стала Федерация студенческого спорта Республики Молдова, которую возглавляет Вячеслав Монолаки. Многократный чемпион Молдовы по самбо и дзюдо Вячеслав Монолаки 16 лет руководит главным спортивным вузом страны Государственным университетом физкультуры и спорта. Кроме этого Вячеслав Монолаки более 10 лет возглавлял Федерацию дзюдо Республики Молдова. Именно в этот период молдавские дзюдоисты смогли пройти квалификацию для участия в Олимпийских играх. Вячеслав Монолаки автор более сотни работ в области спорта, спортивной медицины и методики подготовки спортсменов. За свою долгую и успешную спортивную и научную деятельность Вячеслав Монолаки был удостоен звания доктор Хонорис Кауза университетов физкультуры и спорта Сеула Краевы Бухареста Галатца Киева Минска Москвы и Алма-Аты отмечен президент Федерации студенческого спорта и Сократовской премией учрежденной Международной Ассоциацией Оксфорда. Эта премия символизирует наивысшую степень признания высоких достижений в профессиональной сфере по версии неправительственной организации Европейская бизнес-ассамблея. Попрели 2017 года президент Игорь Дадон наградил Вячеслава Маналаки орденом республики. Господин Маналаки, на прошедшей неделе открылся чемпионат республики среди вузов. В нем участвуют студенты практически всех вузов нашей страны. Что это за турнир, что он означает и что он дает студенческому спорту? На самом деле этот турнир начался еще в 1995 году, когда только сформировалась Федерация студенческого спорта. Уже традиции есть в этом турнире. А мы в этом году, в 2018 году открыли этот турнир. Был в спортивном комплексе медицинского университета. В этой программе входит 20 видов спорта. Основные виды спорта, которые включены в мировой программе универсиада. Поэтому значимость в этой соревновании очень высокая. По-первых, это идет как отбор к основным соревнованиям чемпионата Европы, чемпионата мира среди студентов в этом году и подготовка к универсиаде, который будет в 2019 году в Неаполе, в Италии. В общем, заинтересованы все университеты. мы создали спортивные клубы почти во всех университетах. И ректора помогает все, помогает из базы, из организации. В общем, мы проводим все на высоком уровне. Но самое главное здесь, что мы в этом году вошли в проекте год года Штефана Чалмари Шесфэнд. И этот проект, который инициировал президент страны господин Додон. Спасибо, что они нам позволили быть в этом проекте. В общем, у нас очень много мероприятий в этом году по этому поводу. Будут, как сказал, 20 соревнований по 20 видам спорта. Спорт всегда нуждается в поддержке государства. Вот в нашей стране спорт пользуется поддержкой правительства или это все-таки недостаточно? Надо что-то еще? Не, ну, сказать, что не поддерживают государство нельзя сказать, потому что там все спортсмены готовятся в спортивно-специализированных школах, во федерациях, но федерация и спортивные школы получают какие-то средства получают от государства. Достаточно этого? Нет, это недостаточно. То, что получают от государства, это для нужды 30% только из тех нуждов, которые, из 100%, которые должно быть у спортивных клубов, спортивных федераций и все остальное. и ситуация в стране такая. Ну, спасибо, я скажу спасибо, что есть люди такие, например, президент страны нас поддерживает в этом году с организацией универсиады. В общем, мы будем проводить очень много мероприятий под его руководство, то есть, которые будут финансированы со стороны спонсоров, которые нашел президент. И это очень значимо такого, потому что все, я думаю, что все и люди бизнеса и все должны подключаться, потому что спорт это не спорт монолаки или спорт скажем там Додона или другого. Это спорт нации, это здоровье нации в первую очередь, во-вторых, это реклама, это бизнес, это все в спорте, потому что если один спортсмен становится чемпионом Европы или чемпионом мира или принесет медали с Олимпийской игры, радуется вся страна и все знают о стране, что вот где-то Молдова, что с ней, как они, браво, смотри, какая маленькая страна, но какие люди имеют чемпиона мира, и если учитывать, что Олимпийский форум, Олимпийские игры, это самая большая организация в мире, ни одна организация, ни объединенные не такой большой, как Олимпийские игры, потому что, когда проводятся Олимпийские игры, смотрит эту программу, смотрит 5 миллиардов людей планеты, представляете себя, из 8, 5 смотрит это, может быть, и больше, поэтому интерес очень большой, и я думаю, что здесь и у государства должен быть интерес очень большой, потому что можно через спортсменов сделать большую рекламу нашей стране. Скажите, во многих странах есть такая практика, когда спортсмены, которые обучаются в вузах, они или получают какие-то преференции в плане того, что меньше платят за обучение, или вообще учатся бесплатно, у нас такой практики нет, и нужна ли она вообще? Нет, раньше была эта практика, и мы освобождали их от контрактов, и этот самый, но после того, как вышло решение правительства, что уже раньше было так, ты поступил на бюджет, мог четыре года учиться на бюджете, но сейчас уже нет такой, то есть после первого года, те, которые сдали хорошо изоляционную сессию, успеваемость хорошая, общественную работу делаешь, и все остальное, те, конечно, мы их суем в программу, программа выдает уже кто на бюджете, кто на этот сам, поэтому нам и не разрешают сейчас, честно говоря, по закону их освобождать, но все равно находим людей, находим спонсора, которые платят контракт за них, и все, но стараемся как-то помочь, потому что подширить, подширить, да, потому что это сам, мы даем какие-то премии в мере возможностей, которые в университетах, но самое главное, я считаю, что мы не должны забывать, что больше 100 тысяч у нас студенты, и поэтому эту массу мы должны заинтересовать, то есть, чтобы они не бегали по барам, по, не знаю, там, по дискотекам и все остальное, но чтобы они бегали на стадионе, да, занимались спортом, разным видом спорта, все, чтобы на самом деле мы пропаганда главная, здоровый образ жизни, и у нас это девиз в федерации студенческого спорта, поэтому мы стараемся заинтересовать этих детей в разных мероприятиях, научные семинары, конгрессы, только чтобы разные спортивные секции, чтобы они были заняты, чтобы они развивались и интеллектуально, и физически. Спасибо большое за то, что в ювелирном время ответили на наши вопросы. Это был проект «Человек недели». Каждый понедельник в программе «Полюс» на Акчен-ТВ наш рассказ о самых известных и заслуженных людях нашей страны. Каждый месяц по итогам опроса телезрителей мы будем определять «Человека месяца», а в конце года по итогам вашего голосования «Человека года». До встречи через неделю. Спасибо, Илье. Ну а мы продолжаем программу. Настало время узнать, что думает страна. Не политики, политологи, комментаторы и аналитики. Самое важное, что думают простые люди. Мы спросили их о важном. Зависит ли правительство Молдовы от США? И так говорит страна. Я укрепил то, что еще с интимплейшей републикой Молдовы, но не осталось только в Молдове. Они используют и другие и в Европе, и в СОА. Потому что это может быть логично, если не было использоваться из этого, гранатурой и в большинстве будут получены. Конечно, зависит. Не только от США, но и от США. Политика есть политика. Даже то же самое на Ате. Это не нужна здесь. У нас нет ни армии, и воевать, никто не собирается, ни с кем. А зачем оно здесь? Это же военная организация. Мне кажется, что это зависит. Или из Украины, или из России, все зависит. Мы все зависимы от кого-то. Я, муронтус, не знаю, но я считаю, что они не дают нам что-то плохое. Даже в моменты, в которых в практике они находятся. Я думаю, что зависит. Мы получаем так много грантов от Европы, и мне кажется, что они были в стране. Мы иногда слышим, иногда не смогут от нас. Мы должны взять примеры, чтобы взять примеры, потому что мы в последнее время. И будет хорошо взять примеры, потому что, конечно, Россия американская, это очень развитая и Молдова, которые требуют себе примеры. Мы не имеем страны, но мы имеем гранат. Конечно, они были в стране, но это не в стране, но это не в стране. Это не только Соединенных Штатов. Все государства, которые в мире есть, все друг от друга в какой-то степени зависят. От Америки первым долгом. И ЕС. И вот она. Если правительство наше не твердо стоит на ногах за свою страну, значит, будет балансировать нашим вашим, и всем нам будет плохо. В целом, в целом, все другие страны интересуют. Их ищет страны интересуют. Гранатурные, которые я иду для кого-то, одни раз и одни раз стоят в тверд. Мы имеем в третий или четыре года, которые стоят в тверд. Выводы для себя делаю, что действительно Америка вмешивается в дела правительства. То, что мы берем эти гранты зарубежные, я бы не сказала, что эти гранты идут у нас на восстановление нашей экономики, допустим, дорог. Может быть какая-то часть идет из них, но люди с каждым днем все нищают, нищают, нищают. И дам ажитоаре, а ажитоаре, где они дадут. И романам все дадут. Романия, сколько ажитоаре, сколько миллиардов, миллиардов, евро, ну лея. И где они дадут деньги? В финале, в финале, в финале, в парламент, в гуверн. Вы смотрели программу «Полюс. Политика. Люди. Страна». Мы предложили свою версию событий, фактов и явлений. Сегодня вы узнали новых интересных людей, а те, кто были и так хорошо знакомы, возможно, раскрылись с новой стороны. Прощаемся ровно на одну неделю, но только для того, чтобы вновь встретиться на «Полюсе». Ведь мы с вами на одной стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова